Всем привет! Сегодня мы будем рисовать скетч вот этого маленького симпатичного букетика. Он достаточно простой, хотя здесь и стекло, и бантик. Мы это все подробненько разберем, и за короткое время вы сможете нарисовать вот такой вот симпатичный букет. Поэтому начнем мы с графики, и затем сделаем такую легкую акварельную прорисовку. И это будет достаточно для акварельного скетча. Итак, начинаем мы, конечно же, с компоновки нашего рисунка. И примерно вот таким вот на самом деле он примерно и будет. То есть нам все-таки нужно оставлять достаточно много места вокруг. То есть перед тем, как начать рисовать, вы должны примерно очертить... Ну вот, в эти рамки мы впишем наш рисунок. И за счет того, что у нас... Ну да, примерно пополам, в общем. Ну, бутылочка, или как, вазочка достаточно большая. Она примерно вот пополам. Можете прям карандашиком раз отмерить. Ну да, вот примерно половинка. Где-то у нас здесь будет ось, на которой мы сейчас построим бутылку. Мы не будем прям сильно бутылка-вазу строить, выстраивать все овалы. Я примерно вам покажу, как это все расположено для нашего скетча. Нам не нужно так сильно прорабатывать все это дело. Вот это наше горлышко приблизительно. Дальше у нас идет вот этот изгиб. То есть у нас расширение. И немножко ниже. Вы можете, на самом деле, все мерить вот так вот. То есть вот у нас наша вся бутылка. Для того, чтобы отмерить вот это расстояние, вы можете померить, сколько в бутылке этих расстояний. Вот два с половиной. Можете на глаз, как вам захочется. Ну, как бы классически нужно мерить. Ну, мы здесь не академический рисунок делаем, поэтому мы можем себе допустить вольности. К счастью, скетч предполагает условности. И предполагает не обременение этими условностями. Итак, здесь у нас дно. Здесь у нас нужно построить все-таки овал для того, чтобы наша бутылка стала на месте. Все-таки это скорее бутылка, чем ваза, мне кажется. Ну, стеклянная ваза. В общем, мне нужно поставить. Для этого нужно все-таки овал. Овал у нас на оси. Вот так. И здесь у нас тоже будет овал, но более закрытый. То есть чем ниже, тем более открытый овал. Чем ближе к углу зрения, тем овал стремится к прямой линии. Поэтому здесь он у нас такой более закрытый овальчик. Мы его приблизительно намечаем. Мы потом сотрем все эти построения. Они нам не нужны на самом деле. И здесь у нас немного водички. Эта водичка у нас тоже идет по овальчику. Мы тоже ее размечаем. Вот этот овал примерно дублирует вот этот овал по раскрытости. Но чуть-чуть меньше. Но вы можете этим не заморачиваться. Практически дублирует. Итак, теперь бантик мы дорисуем немножко позже, когда у нас уже будут цветочки. Итак, для того, чтобы нам разместить наши цветочки, у нас три основных таких цветочка. То есть вот этих два темных, один светлый. И здесь чуть-чуть еще за ними есть вот еще цветок. Да, это, наверное, следующий все-таки цветок. В общем, три основных и немножко у него как бы фончика из других цветочков. Для того, чтобы их закомпоновать, мы сначала рисуем просто шарики. Нам нужно определиться, где они у нас будут расположены. Чтобы они входили вот в то пространство, которое мы им очертили. И мы сначала шарики рисуем. Вот примерно так это будет. То есть вот этот, наверное, все-таки будет поменьше. А здесь еще вот соседний цветок. Он будет как раз вот сюда у нас заходить. А этот чуть-чуть меньше. Этот, наверное, тоже чуть-чуть меньше можно. То есть здесь вы уже уточняете. Здесь вот, видите, задний цветочек будет. Здесь еще лепесточек. Здесь еще. Не так получается. Да, у них три передних лепесточка и два задних лепесточка. Ну, как бы те, которые немножко сзади. Такое строение цветка. Это тоже, кстати, важно уловить. Но пока вы рисуете, вы поймете, как расположены какие листики. Поэтому мы вот сейчас немножечко наметили это дело. Я бы, наверное, даже бутылку сделала немножко более худой по отношению к этим цветочкам. Что-то, мне кажется, она у нас сильно поправилась. Это все абсолютно спокойно можно править. Пока мы не закрепили все линером, можно спокойно это все делать. Так, сейчас я подходю нашу бутылку и продолжим с цветочками. Немножко характер я не уловила. Вот еще, что важно. В всяких геометрических моментах. Ну, там, бутылки какие-то, вещи, предметы. То есть, видите, какой они характер. То есть, здесь я слишком закруглила. И вроде бы та бутылка, но немножко не та. Это вот как раз-таки относится к характеру предмета. Поэтому нужно немножко больше выгнуть вот этот момент. Нужно это заметить, постараться. Вот когда вам кажется, что вы вроде бы все сделали так, но немножко не так, посмотрите на линии, как они выгибаются или загибаются, или что-то угловато, или еще вот такие моменты. Они дают похожесть предмету. Потому что в скетчинге нужно не построение, а именно похожесть. Чтобы она сразу улавливалась. Поэтому вот такие вещи, они важны. Так. Вот теперь немножко лучше. Вот. Так. Возвращаемся к нашим цветочкам. Итак. У каждого цветочка есть своя серединка и есть лепесточки. Поэтому мы сейчас прорисуем на самом деле все листочки и лепесточки. Потому что их, во-первых, не так уж много. А во-вторых, на заднем плане их тоже достаточно мало. Итак. Вот у нас серинка, от чего мы будем танцевать. Она, кстати, у нас светленькая, такая красивая получается. Вот у нас раз лепесточек. Он такой вот открытый. И теперь у нас еще лепесточек, но он заходит на предыдущий. И он еще больше и немного уже такой вот, видите, волнистый. Это тоже характер нашего лепесточка, который тоже важен. И третий лепесточек, видите, они так друг на дружку заходят. Заходит волна. Вот этот немножко больше надо сделать. Вот так. Много надо форму поменять. И вот мы можем прорисовать, как примерно жилки будут проходить. Ну, это для нашего удобства. То есть, видите, вот эта часть светлая. Здесь у нас темная будет, а здесь у нас светлая будет история. Так. Веточки мы чуть позже прорисуем. Дальше. Второй наш цветочек. Вот он очень интересный за счет того, что у него светлая серединка. Видите, как тут прям можно прорисовать это изначально, чтобы мы случайно не залезли в эту красивую штуку. Здесь у нас один большой лепесток такой, который к нам полностью повернут. Немножечко волнистый. Здесь еще вывернутый. Видите, как он расходится? Здесь очень заходят друг на друга, а здесь очень расходятся лепесточки. Тоже это очень передает характер хорошо. Так. Теперь наметим вот эти переходы. Никакими такими темными вкраплениями, а потом переход в светлый. Вот тут как сердечко идет. И здесь тоже темные. Теперь два больших лепестка, которые друг на друга находят. Такие ушки Микки Мауса. Теперь третий цветочек. У него тут такой очень интересный лепесток, который немножко выгнулся. Сейчас мы его покажем. Итак, у нас тут уже серединка. И сначала вот этот лепесток. Вот этот такой загнутый. Так. Похоже, здесь либо нету третьего лепестка, либо он переходит вот в эту конструкцию. Да, похоже, он переходит в эту конструкцию. Поэтому сейчас мы вот этот нарисуем и пройдем дальше. И так он немножко у нас выгнулся. И вот так. Здесь у нас загиб пришел. Загиб у нас так вот обозначается. Вот. Все. Мы нарисовали загнувшийся листик. Теперь мы нарисуем еще то, что сзади у нас расположено. Так. Здесь какие-то такие лепесточки, которые сами в себя переходят. Ну, такое даже бывает. Здесь у нас еще бантик нам перекрыл немного картину. Но мы можем сделать вид, что там что-то условное есть. И так. Как-то так у нас переходит лепесточек. И еще вот отсюда у нас тоже выглядывает такой вот лепесточек. Примерно так. Теперь еще обозначаем вот эти темные штучки. Вкрапления. Здесь они тоже есть. Вот. Примерно так. И так. Мы практически закончили. Осталось не так уж много. Мы будем приступать уже к акварелям. И так. Здесь у нас тоже темные. Темные-темные. А здесь у нас светлые. Надо не забыть. И здесь у нас несколько светлых. Так. Здесь темно. Темные. Какой-то лепесток здесь светлый. И здесь еще один большой светлый с фиолетовой окантовкой. И здесь еще вот тоже светлый. Как показывается нам светлый. Так. 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 Вот. Примерно так. С лепестками мы разобрались. Теперь нам нужно разобраться с палочками. И так. Их всего похоже четыре. И примерно. Все равно мы точно не сможем их увидеть. То что здесь их не видно. Мы как бы условно перенесем. Вот так. Вот этот откуда-то непонятно идет. Наверное он загнулся. Я так предполагаю. Потому что здесь у нас тоже бант. Который он вообще перекрывает. Здесь какая-то палочка идет посередине. Сладенький прям. И вот сюда у нас тоже идет. Вот. Вот эта палка. Ну как бы условно оно вот так. Мы их наметили. Тем более здесь вода и бант. Они все перекрывают. Теперь давайте разберемся с бантом. Как это все происходит. Бант у нас полупрозрачный. Поэтому вы вам прописываете то что под ним. Итак. Нам нужно найти откуда он формируется. Вот где-то здесь у нас находится узел. Вот здесь скорее всего идет его основание. Ну то есть он уже как-то огибает. Ну как бы он как-то привязан к этому к этой вазе. Здесь у нас расположен где-то узел. Из этого узла у нас выходит один хвостик. Это вот его кончик. И второй хвостик у нас идет сюда. Вот так. Под ним мы немножко вытираем. Теперь у нас идет бантик. Само ушко бантика у нас вот так одно идет. Он здесь прячется. Вот так. То есть условно он где-то здесь. Наш бантик. Ушко бантика. Здесь еще. Ага. Это все-таки вот эта ниточка. И вот здесь у нас большое ушко идет. Такое большое, которое мы видим. Вот мы его можем прямо красиво прорисовать. Вот плоскость самого банта. Здесь у нас переворачивается. То есть загибается и идет обратно. Вот примерно так это будет изображено. Вот и все. Мы разобрались с этим бантом. Ну вот видите, они перекрывают друг друга. То есть я здесь не вытираю, потому что бан полупрозрачный. Чтобы показать полупрозрачность, нужно просто прописать то, что внизу. Как бы оставить то, что внизу. То есть он тут просматривается. И тогда это создаст иллюзию полупрозрачности в нашем рисунке. Так, я сейчас немножко уберу, чтобы оно мне не мешало. И мы сначала сделаем графикой. Мы сейчас все сделаем линером. А потом перейдем к акварели. Итак, мы линером еще немножко деталей сделаем. То есть вот эти темные пятна, вот эти все полосочки. Мы это все еще сделаем линером, чтобы оно лучше смотрелось. Итак, мы начнем с бутылки. У меня линер, кстати, 0,3. Это такой универсальный, в принципе, размер. И можно и тонко, и толсто сделать, и как угодно. Вы можете делать линию достаточно однородной. Можете немного варьировать. По правилам считается, что в тени должна быть самая темная и самая толстая линия линера. На свету это такой полупрозрачный тоненький линер. Вы можете этим не заморачиваться. Можете заморачиваться. Это уже как вам будет. Будет нравится. Здесь мы начинаем прописывать вот эти моменты. Видите, здесь еще светлые. Мы его можем тоже линером обозначить. Вот этот момент. Даже немножечко проштихую здесь, чтобы прям подчеркнуть. В стекле всегда есть такой прозрачный, очень яркий блик. Потому что это стекло. И в стекле, в принципе, позволительные вот такие вот более яркие какие-то моменты. То есть более контрастные вещи. Потому что так передается стекло. То есть оно за счет того, что преломляет свет. Стекло само по себе. Оно как раз и делает эти яркие моменты. Яркие контрастные такие моменты. Немножко здесь обозначу. Здесь тоже, видите, здесь темное очень место. Немножко можно даже... Это, получается, толщина стекла. Здесь же есть какое-то определенное дно. Но имеет свою толщину. Можно его подчеркнуть как раз таки линером. Вот этот угол я хочу еще немножко. Но потом, после акварели, еще вернемся. Немножко доработаем. Не сильно, но можно еще немного доработать. Вот здесь можно даже через все банты чуть-чуть пройти. Обозначить, что они прозрачные. Так, теперь бантик можно обозначить. И немножко наши веточки. В каких-то моментах вы можете их сделать ярче. Вот здесь они ничем не примыкаются. Здесь как раз таки бантик. Так, я уже сама здесь потерялась. Так, теперь бантик. Бантик можно поярче, потому что он у нас на переднем плане. Так, вот у нас хвостик наш. Бантик. Ушко, точнее, нашего бантика. Здесь можно даже пройтись вот так. Вот таки подчеркиваю его. Прозрачность. Так, второй хвостик. Хвостик. Ушко. Ушко. Ушко здесь пряталось. Условно, где-то вот оно там. Так. Ушко, ушко. Хвостик, хвостик. И вот где-то там оно у нас расположено. Так, здесь будет все зелено-фиолетовое. Здесь мы не трогаем. Такой общий фончик будет. Дальше мы обозначаем внутренность нашего цветочка. Вот так вот идем в линию. Немножко здесь тоже можно подчеркнуть. Следующий лепесточек. За счет того, что видите вот эти непрозрачные цветы, ну как бы лепесточки сами по себе, мы уже не будем заходить вот сюда, потому что их не видно. У них цвет достаточно плотный, поэтому мы как бы не обозначаем, что они там прозрачные, полупрозрачные. Потому что они не прозрачные. Они достаточно плотные. Так. Вот эти моменты хорошо их можно сразу обозначить. То есть линером все вот эти вот темненькие моменты можно обозначить. Сразу же. Так. Вот здесь видите полупрозрачность. Здесь мы можем зайти и линером, и цветом мы зайдем. Подчеркивая то, что такая вот прозрачность. Здесь какие-то прожилки такие, можно их немножечко обозначить. Такие вот цветочные прожилки. Здесь мы можем уже обозначить. Так. Последний цветочек. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы готовы к акварели. Итак, мы готовы к акварели. Итак, краски готовы у меня. Надеюсь, вы тоже уже запаслись водичкой, политой, краской. Так что давайте начинать. Первое, что я хочу сказать, это то, что у нас скетч, поэтому мы сразу набираем мощно красочки. То есть здесь все-таки не предполагается, что будет 150 миллионов заливок, полутонов, еще чего-то. То есть скетч все-таки предполагает, что сразу сочно, ярко и насыщенно. Поэтому не боимся цвета. Если вам кажется, что вы как-то ляпнули очень ярко, не переживайте. Акварель высохнет, она немножечко потускнеет. И если прям рвет глаз, то можно потом все-таки намочить это место и промокнуть салфеточкой. Кстати, салфеточка нам тоже пригодится, я про нее забыла. Вот у меня есть салфеточка. Все-таки в некоторых местах нужно останавливать водичку или еще что-то. В общем, стоит все-таки под рукой иметь салфетку, желательно бумажную. В общем, быстрее и удобнее все это происходит. Так вот, мы начнем опять с бутылки и продвинемся. Потом будем писать вот эти сочные, вкусненькие цветочки. У меня кисточка десятка, но важно в ней то, что она очень острая. Поэтому, в принципе, можно и пятеркой писать. Не важно. Главное, чтобы был тонкий кончик. Потому что так вы можете сделать и заливку, и сделать что-то очень точечное. У меня просто обычная синтетика. Никакая ни белка, ни пони, ничего. Поэтому она хорошо держит форму. Я, в принципе, этой кисточке практически вообще все пишу. Итак, что нам нужно? Нам нужен вот такой, какой-то такой средний тон, бутылочный. Для этого мы возьмем достаточно много всего, для того, чтобы такой серовато-зеленоватый какой-то оттенок, такой сложный нужен нам цвет. Какой-то такой. Давайте еще немножко бирюзы добавлю. Вы можете добавлять все, что вы хотите. Какой-нибудь зеленый, какой-нибудь синий, какой вы захотите. Мне немножко больше здесь, конечно. Я перестаралась зеленым. Так, вот такой вот примерно у нас оттенок. И для того, чтобы вот когда вы намешали, намешали, и вы не знаете, в общем, какая у вас здесь тональность, потому что, ну, все равно нельзя до конца понять, что здесь происходит, вы можете начинать с теней. В тени вы никогда не перетемните, и поэтому можете ляпнуть в тень и вот понять. Ну, вполне себе прилично. И можно пройтись как раз-таки по всем вот этим темненьким моментикам. Абсолютно спокойно. Вот здесь мы сейчас немножечко размоем. Может быть и не размоем. Я сейчас посмотрю еще. Вот немного на наш бантик заходим. Вот здесь, в принципе, темное пятно такое. И здесь, и вот как раз у нас здесь толщинка, толщинка. Вот здесь у нас, не забываем, яркое пятно. Просто немного воды. Просто добавьте воды, и вот здесь можно немножко размыть. Вот здесь можно, кстати, вот такой плюс-минус оставить, потому что здесь такой достаточно резкий переход. Вот здесь я вот уже немножечко подмыла, но с цветом. Вот так. Так, теперь можно взять немного более все-таки зеленый, потому что, скорее всего, вот здесь вот отражаются наши веточки, палочки. Можно здесь немножко зеленого ляпнуть. В принципе, за счет того, что бутылка прозрачная, ну, ваза, бутылка, она вбирает в себя оттенки всего того, что ее окружает. Поэтому вы не ошибетесь, если добавите все, что у вас есть. Ну, все оттенки, которые там окружают. Пока здесь мокренько, я могу немного добавить и усилить вот эту часть. Я беру тот же оттенок, я не мешала ничего нам, но просто то же самое, по тем же местам, просто немножко набираю плотность. Вот здесь, смотрите, у нас такое темненькое пятнышко, надо его немного прописать. Просто сразу цветом я беру и все, не заморачиваюсь. Я хочу еще вот здесь чуть-чуть цветом набрать и вот здесь пройтись, вот. Чтобы все-таки наш бантик был такой более прозрачный. И чтобы все-таки немножко подчеркнуть, я бы здесь еще добавила... Вот здесь я перестаралась, правда. Хотя, в принципе, можно немного размыть. Нет, это, наверное, все-таки перебор. Но здесь как раз-таки, видите, раз, и нету. Все лишнее мы убрали. Так, здесь немножко тень. Вот у бантика все-таки какая-то тень идет. Такая достаточно условная за счет того, что бантик прозрачный, бутылка прозрачная, но все-таки он есть. Все, перестали мы мучить бутылку. Мы потом еще допишем бантик и все такое, пока мы его не трогаем, потому что влажное слишком. Не хочется все это, чтобы смешивалось. Ну, слишком смешивалось. Так, теперь мы давайте... Ну, фиолетовое пропишем. Красивое фиолетовое. Итак, у меня фиолетовое на самом деле такое достаточно яркое. Яркий. И в некоторых местах, на самом деле, наверное, можно его даже взять вот в чистом виде. Вот такое фиолетовое, как у меня. Вот здесь вот есть. Вот здесь есть. А дальше мы будем мешать. В принципе, фиолетовое, если у вас нету фиолетового внезапного, в вашей палитре, хотя, мне кажется, в любой листе палитры, есть палитры. Это фиолетовое, это смешение красного и синего. Чем больше синего, тем темнее и холоднее ваш фиолетовый. Чем больше красного, тем он теплее и светлее. Ну, так, относительно как бы светлее фиолетовый. И мы, в принципе, я сейчас тоже буду в готовый фиолетовый тоже вмешивать. Вот здесь у нас тоже будет больше синего. Вот здесь вообще синий элемент. Ну, то есть, как бы мы будем дальше вариации на тему делать. Но, все-таки, таким откровенным фиолетовым у нас есть где прописать. Какой прям вкусненький, красивый фиолетовый, открытый, без ничего. Кстати, если нужно, все названия вот в этой палитре у меня есть в отдельном видео. Я распаковывала и как бы заполняла всю эту палитру, там все-все-все цвета указаны. Если вам какой-нибудь понравился, можете посмотреть. Там номер и название каждого цвета. Как бы вот, я беру вот этот один фиолетовый и смотрю, где он есть. И везде, где я его вижу, я его прописываю. Ну, как мне кажется, я его вижу. Вот в этих всех местах. И вот он у меня сейчас такой прям прозрачненький стал красивый. Можно немножко даже растянуть. Мне кажется, даже вот так. Примерно так. Мне кажется, еще вот здесь вот есть. Так, теперь в этот красивущий фиолетовый, во-первых, я его немножко наберу, чтобы он был плотнее, мы начинаем примешивать синий. Я, наверное, возьму обычный ультрамарин. Он самый обычный, но он дает все-таки очень красивый оттенок. И вот у нас такой фиолетовый синий, мощный. Я, наверное, вот здесь его попробую. Вот, красивый цвет получился. Даже опытный человек, на самом деле, не всегда понимает, что у него получится, что он там намешал. Это всегда сюрприз. Так, прописываем как раз самые темные места. Я хочу здесь, здесь, наверное, еще какой-то переходный цвет будет. Не буду доходить до конца. Здесь тоже. Видите, вот в этом месте какой-то, наверное, все-таки еще переходный цвет я бы добавила, чтобы не делать заливку. Вот этот хорошо пошел, он соединился, видите, с предыдущим. Мне здесь нравится. Так, вот здесь я бы добавила. Надеюсь, они сейчас у меня не сырятся. Можно не доходить до конца, там как раз белая окантовочка есть. Вот. Повод сохранить белую окантовочку, чтобы один цвет не перелялся в другой. Слишком уж тут красивенько получилось. Единственное, что мы здесь вот еще наслоим, чтобы показать, что эти... Как их называют? А, лепесточки. Забыла слово лепесточки. Так. И вот чуть-чуть вовнутрь. Здесь, мне кажется, немножко больше голубого. Я бы добавила здесь чисто фиолетового. И вот этим вот оттенком, в принципе, можно вот здесь спокойно прям взять и залить. Вот здесь можно. О, как-то уже маловато, но можно залить на термоменте. Я бы еще немножко взяла фиолетового, разбавила и залила вот это место. Чтобы подготовить вот этот цветочек к покраске, нужно к нему подобраться. Вот примерно так. Мы потом здесь еще немножко пропишем. Ну, пару темных моментов мы здесь делаем. И вот здесь еще немножко лепесточек темный. И вот здесь немножко пропишем. Пока здесь такое полусырое, я продолжу здесь писать. Теперь я хочу вот такой вот бирюзовый смешать с фиолетовым. Здесь совершенно другой будет оттенок фиолетового. Такой средненький оттенок. Вот и мне как раз делаю переходик. Потом еще немножко фиолетового добавим. И будет то, что надо. Это слишком светло получилось. Вот как-то так. И этим же оттенком я сделаю вот здесь. Здесь уже подсохло. Но все равно как раз-таки белую контурку мы сохраним. Ну, я так подобралась уже другим немного цветом к этой белой контурке. Вот тут можно немножко зайти уже вот сюда. Мы сейчас отдельно еще пропишем эти моменты. Но можно им взять цветовую подложку. Сейчас высохнет. Мы немножко серединку здесь пропишем. И вот здесь немножко более яркого фиолетового. Как-то мне не хватает насыщенности. Не хватает. Мне не хватает. Пока мы здесь зубимся с фиолетовым, можно как раз-таки вот эту всю окантовочку вот этих цветочков пройтись. Нам нужен прям такой лиловый. Как раз-таки лиловый получается. Можно добавить розовую. И, наверное, вот какой-нибудь еще синенький. Чуть-чуть синенький. Вот примерно так. И теперь мы проходим вот этим лилом по контуру. Сейчас мы еще немножко размоем это все дело. То есть я наметила и сейчас вот эту внешнюю, точнее внутреннюю часть я размою водичкой. Но надо, чтобы она немножечко все-таки схватилась. я даже задену вот этот наш здесь тоже по контуру он тоже немножечко левой. Так, чтобы не сильно много воды было. Вот так. Здесь больше. я салфеткой немножко снимаю воду, чтобы совсем не было лужи. Но и полностью, конечно, убирать воду не надо. там еще не получится разжать. Здесь я хочу немножечко убрать. Там не так много этого лилового. Вот это место еще тоже нужно немножко досмыть. Вот так примерно. Пока тут осталась вода, вот, можно прописать еще один еще один цветочек. Так, давайте уплотним вот эту часть или все-таки подождем. Так. Нет, мы можем, кстати, вот пока вот этот цветочек на самом деле желтинку можем добавить. Точно, точно, точно. Так, я уберу какой-то из желто-золотистых. Нет откровенно желтого, но я его намешаю. Вы можете взять просто желтый, кадный желтый. И вот прям в серединку бух-бух-бух и все. Тут без лишних изысков можно. Можно, кстати, прописать сейчас вот эти темные моменты. Для этого я все-таки возьму кисточку потоньше. Это у меня двоечка, тоже просто чистая синтетика. Я люблю работать синтетика, она всегда держит форму, всегда упругая. И нет этих заморочек по поводу того, что растрепывается. Белка достаточно быстро уходит тонкий кончик. В небытие куда-то он уходит. Очень обидно, неудобно становится. Так, я намешала просто серого, темно-синего и фиолетового и прописываю вот эти внутренние полосочки наши темные. Счет того, что они у нас уже немного намечены, тут нет никакой проблемы. Единственное, что я вне того, что мы нарисовали, тоже немного прописываю, что мы там так условно все это наметили. Можно немножко увеличить количество полосочек. Никто нам этого не запрещает. Так, пусть это все у нас сохнет, мы в принципе можем вернуться к нашему вот этому месту. А, у меня не хватает места на палитре, поэтому я беру помощь зала. Итак, нам нужно в принципе вот эти моменты прописать. я задам общий тон всем этим моментам. У меня сразу есть такой достаточно теплый зеленый, но вы можете смешать тот, который у вас есть, зеленый, стандартный, и немножко желтого туда вмешать. Но мне этого не нужно. Я так слегка прописываю все вот эти вещи. И вот сюда на самом деле я тоже добавляю, потому что здесь как раз таки какие-то палочки сюда как раз таки идут. Здесь, здесь. И теперь нужно еще немного вот здесь я забрала вот тут еще идет сквозь наш бантик. Теперь нам нужно немного темного. И просто я блю более темно. Зеленый вы можете синего немножко добавить, чтобы потемнел зеленый и стал более холодным. Это мы сейчас тени пропишем. И теперь немного добавляю этого темного пары моментов просто. Затемняя наши веточки полочки. Здесь особенно можно прям темненьким прописать, потому что они тут скорее всего в тени. За счет то, что цветы на них сверху, то цветы перекрывают конечно сильно. Здесь уже темненько можно даже немного больше синего добавить. Здесь синий. Вот тут здесь можно вот так. Теперь мы немножко вот этих акцентов проставим таких прям темных темных моментов. у нас есть уже намешанный в принципе. Мы его берем. На самом деле я бы немножко теплого добавила. Я возьму алму сиену. Так. Все равно сильно холодный получается. Ладно, намешаем нового. Возьмем коричневый. Возьмем немножко этого. Итак, простите, у меня закончилось место на карточке. Я оказывается рисовала и не замечала этого. Так вот, я взяла вот этот темный и просто прошлась по нескольким таким самым темным местам. И в принципе это все, что я к счастью успела сделать без того, чтобы записывать. И как раз у меня немножко подсохло. Я могу заняться бантиком, потому что он такой один из самых сложных по сути своей. потому что он прозрачный, он белый и его прописывать очень сложно. В этом случае я на самом деле возьму, у меня есть такая вещь как дюна петербургская охра, потому что они такие немного разбеленные. я я в них немного добавлю голубого. Вы можете просто такой средний серый какой-то взять, намешать опять-таки много цветов. Мы здесь еще немножко добавим синего, зеленого. В общем, будем как-то выкручиваться, потому что акварелью белого нету. То есть акварель белая это бумага, то есть вы просто оставляете бумагу. Можно прописывать только тень, поэтому мы будем как раз-таки проходиться по теням. Видите, какой я серенький просто намешала, такой приблизительно серый. Вот мы и мы будем писать. А серый это на самом деле совокупность всех цветов, так же как и черный. Просто по всем темным местам я прохожусь. Мы потом еще раз несколько раз пройдемся, чтобы уплотнить это дело. Я бы еще немного здесь зеленого добавила. Вот здесь как раз где проходит все как бы через призму вот этого бантика он проходит немножко становится тоже зеленым. Еще вот тут пришлось тут хочу убрать. Вот примерно так. И давайте как раз цветочками займемся, пока вот здесь все высохнет. Итак, вот здесь можно прописать как раз таки достаточно желтый такой цветочек. Достаточно светлый вроде бы с одной стороны, достаточно желтый с другой стороны. Я опять беру вот этот такой желтоватый, но разбеленный. То есть светлый такой достаточно светлый я беру и прописываю просто вот чуть-чуть прописываю вот эти моменты. Здесь я его на самом деле более ярко-желтым взяла. Вот в этом месте хочу немножко более яркого. и вот здесь у нас тоже немного есть все то, что такой же бутончик как бы нам здесь попадается. Здесь он практически полностью примерно так. Теперь будем утемнять вот это место и уже наверное не будем больше трогать вот это. Потому что мне кажется достаточно вполне. Для скетча этого вполне достаточно. То есть в принципе конечно можно углубляться в детали бесконечно. Это уже зависит от вас. Но в принципе для скетча можно остановиться вот на таком моменте. Я хочу еще немножко поглубже. немного поглубже. Вот у нас тут белого не должно быть. Мы его как раз зарисуем. Здесь можно подчеркнуть, что один лепесточек на другой находит. Отделить их друг от друга. вот этот мы еще немного пропишем. Тоже хочется здесь немножко тени дать поплотнее, поменьше вот этого белого канта. Он все-таки не такой уж большой. Это белый кант. Чтобы так много ему оставлять внимание. Вот здесь еще посерединке. Здесь нам нужно немного здесь отделить. Хороший такой плотный цвет получился, поэтому если у вас какой-то красивый цвет, такой сочненький, вкусненький получился, можете его во все возможные места добавить, где вы его видите, пока он у вас на кисточке. Вот здесь еще добавил. А, потекло, потекло. Надеюсь, не сильно. Надеюсь, не сильно. Потечет. Потечет, потечет. Чуть-чуть потекло, не страшно, я думаю. Учитывая то, что фиолетовый и там фиолетовый. И вот как раз нужно еще совсем фиолетовый взять и добавить его вот здесь, например. Все-таки нужно его добавить. акварель, акварель, когда высыхает, она, конечно, светлеет ощутимо. Иногда бывает, что вроде как сделали ярко, сочно, все, все классно, но потом высыхает, и так как-то акварельненько получается. Ага, вот у нас здесь еще есть два прекрасных лепестка, которые у нас не дописаны, не дописаны, не рассказаны. И вот можно сюда немножко вкрапить. вот так, вот, то, что они вот у нас так смещаются, перекликаются. Вот этот цветочек я бы уже не трогала, он такой вот вкусненький получился. Вот этот немного нужно внутри прописать, я бы как раз вот этим бежевым, который мы прописывали, его тоже бы взяла и чуть-чуть тоже желтинку хочу добавить, потому что слишком белый чересчур. И возможно еще вот здесь наверное что-то не сделаем. Чуть-чуть возьму и да, вот здесь хорошо будем уплотнить этот краешек в некоторых местах, не везде, но чуть-чуть нужно выделить, потому что слишком такое получилось чересчур легкое. она конечно легкое, но когда чересчур это уже не так. Нужно все-таки кое-где акценты расставить. Их растают. Вот здесь, вот здесь и тут. Еще вот наш загнутый нужно его подчеркнуть. ну вот примерно так. Уже что-то начинается. С ней уже заканчивается. Так, наверное, немножечко коричневого и отделим здесь вот один лепесток от другого. Все-таки какая-то тень у нас здесь должна быть. Вот здесь у нас только посильнее должно быть. Хоть он и белый такой, достаточно светлый, но какая-то тень все-таки на нем должна быть. Чтобы отделить один лепесток от другого. Вот так. Сейчас оно высохнет и станет видно. Нужно добавлять или нет, но немножко нет. Наш бантик подсох. Можно уже дальше с ним работать. Теперь я вот как раз беру то, что у нас в бутылке было. Немножко домешиваю, немножко желтого. В общем, опять что-то такое средний серо-сизо-синее-зеленое делаю. Просто такое средненькое. И прохожусь еще по нашему бантику. Вот в самых темных местах. Вот здесь можно, потому что здесь пересекается, когда накладывается что-то друг на друга, оно уже темное получается, поэтому можно по этим моментам пройтись. Это как раз таки подчеркивает его прозрачность нашего банта. 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 Так, здесь можно пройтись. Все, сейчас я дам этому всему высохнуть. финальный взгляд и добавляем еще немножечко линера и я думаю можем уже заканчивать. Нет, не можем заканчивать. Давайте немножко вот этой плоскости дадим. Поставим его, поставим в общем это нужно бы сделать, я забыла. Чуть-чуть. Я вот этим, тем, чтобы мы банн делали, вот я тем же его ставлю на плоскость. Чуть-чуть. Чтобы он у нас не висел в воздухе. Все-таки где-то он у нас тут находится. Все, сохнем. Я сохну, вы сохнете и возвращаемся. Итак, мой рисунок подсох, поэтому можем продолжить детализацию за счет уже линия. Итак, сейчас я возьму картинку, мы посмотрим, что мы можем еще доделать. То есть, в принципе, здесь уже опять-таки дальше можно бесконечно все это доделывать, переделывать, детализировать. Это уже от вас зависит. Я просто хочу немножко добавить каких-то контрастов, деталей, совсем чуть-чуть, которые у нас там немного потерялись при акварельном нанесении нашего рисунка. Поэтому здесь могу немножко все-таки добавить. палочку добавить. Здесь можно немножко проследить. Это уже зависит от вас. Я люблю немного в конце еще добавить. Можно немного сделать вот так. Здесь есть какие-то белые полосочки. Как раз вот такие детальки можно. Они такие вкусненькие. Я даже наверное сейчас возьму белую ручку и добавлю. Такие еще можно. То есть такой плотный белый край у нас получается у нашей ленточки. На самом деле он есть. Можно его добавить. так. Вот здесь можно немножко добавить. Вот здесь тоже немного добавить тени. здесь немного не утеменила. Я упустила этот момент. Вот как раз можно линером это не доработать. сейчас белую ручку. У меня обычно гелевая белая ручка. Единственное что они очень быстро забиваются поэтому нужно их на какой-то еще бумажке расписывать периодически. Она не сильно яркая. Есть конечно более яркие варианты но мне нравится что она такая дает совсем совсем слегка. мне здесь не нужно такой откровенной яркости. Плюс она когда высыхает она немножко ярче становится. Ну вот совсем чуть-чуть я добавила мне так больше нравится. Итак вот этот наш цветочек можно немножечко его проработать. где у нас тут лепесточек на лепесточек так у нас вот этот можно немного отделить нужно здесь немножечко проштриховать вот так здесь тоже больше немножко отделить вот здесь можно разделить теперь очень сильно можно разделить эти цветочки там на заднем плане здесь не больше может трогать здесь у нас что сердцевинку потрогаем здесь тоже кстати можно немного в каких-то моментах зайти тоже потерялся этот белый кантик вот как раз можно его найти таким образом здесь немножко более рваный край здесь еще влажным оказывается нежно я думала уже все высохло но нет так теперь вот этот нужно еще уплотнить лепесточек и еще лепесточек так вот этот наш самый такой непроработанный цветочек потому что он весь на свету и он белый поэтому он получился здесь все-таки я хочу немножко добавить совсем чуть-чуть и вот здесь на самом деле я вот уже отделила один лепесточек от другого вот так и вот здесь можно тоже потому что все-таки на заднем плане можно немного увести вот здесь тоже выделим так наш центральный цветочек все-таки немножко выведем его на передний план если не сильно давить на линию он дает вот такую практически полупрозрачную очень тонкую линию ей можно прямо по таким светлым местам проштриховывать и собственно говоря практически вроде бы все мы на этом я думаю остановимся вот вот такой вот у нас букетик получился надеюсь вам было все понятно все понравилось если что подписывайтесь ставьте лайк каждую неделю выходит один урок по разным техникам ну и акварель и гуашь и у нас графика будет впоследствии так что присоединяйтесь к урокам к каналу я вас жду подписывайтесь ставьте лайк пока-пока субтитры